Средь облывших свечей и вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие дни. Владимир Овчинников творчеством Владимира Высоцкого увлекся после его выступления в Куйбышеве 24 мая 1967 года. Песни народного артиста ветеран исполняет от чистого сердца. Высоцкий научил инженера-конструктора, строившего Самарское метро, жить без черновиков, жить так, как звучат песни актера-стаганки. Меняются взгляды на жизнь, меняются отношения к жизни. Вот его это прямота такая, его слова, которые пробирают до сердца. Эти песни нельзя петь просто, понимаете, их надо петь так, чтобы действительно рвалась душа, чтобы надрывался, может быть, голос. Но он так это пел. И если так не чувствуешь, то лучше эту песню петь. Привез Высоцкого в Куйбышев на гастроли ГМК-62 городской молодежный клуб. Альтернативная комсомолу общественная организация. Ее участники не только занимались творчеством, но и обсуждали насущные проблемы современности. А Владимир Высоцкий, по их мнению, был рупором правды. Поэтому на свой пятилетний юбилей ГМК-62 пригласил столичную, тогда еще восходящую звезду эстрады, на два концерта. Филармонию Евдока Дзержинского. После Дзержинки мы часов до двух ночи катались на трамвайчике. У нас одного нашего товарища, значит, отец был начальник лужского пароходства. Он отдал трамвайчик нам до нас. Ну и вот у нас человек 20 было. Ну и потихонечку по Волге туда вниз, потом вверх. Самарский, почитатель творчества Высоцкого, уверены, его произведение актуально до сих пор. Сегодня Высоцкий был бы нужен, потому что мне кажется, что сегодня должен появиться тот человек, который своим творчеством, может быть даже оголенным где-то нервом, нас будет сплачивать вокруг вот нашей идеи. Потому что действительно сегодня мы живем в сложное время. Это время незастойное, которое выпало на долю Владимира Семеновича. Нам тоже нужен тот человек, который готов высказать свою позицию, и которая, в принципе, найдет какой-то камертон в наших сердцах. Песни Высоцкого до сих пор звучат в сердцах ветеранов ГМК-62 и молодежи. В 55-й день памяти первых концертов в Самаре поклонники его творчества собрались в областной библиотеке и устроили творческий вечер. Я спросил в зал сегодня, в чем сходство между Владимиром Высоцким и озером Байкал. Никто не ответил. Я думаю, что это национальная гордость России. Вспоминают о Высоцком и самарские поэты. Некоторые их стихи посвящены его творчеству. Иду на грани без сознания, по грани тела и души, как учат жизненная школа, где есть вопросы, там есть ответ. Иду по ровной грани вола, по грани чуткой. Да и нет. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.